всем привет а вот и наш очередной новый проект это вот такой вот маленький ржавый уставший прицеп и его мы будем восстанавливать попросил мой хороший знакомый я его привез перевернул месяц он уже у меня пролежал не было некогда им заняться вот теперь руки доходят прикупил тут немножко к нему запчастей будем переделывать дышло вот такой квадрат будем ставить колесо опорная на это дышло будем делать новую застежку купил мастику начинать надо все-таки с механической части скинул с него колеса подшипники этот еле крутится смазка видно в каком состоянии с другой стороны сильный люфт смазка чуть получше но тоже не намного в общем то сейчас разберем ступичные узлы посмотрим что там амортизаторы оба мертвые сейчас не амортизаторы будем покупать новые амортизаторы будем вот это вот все отрезать это вот такое старое старого типа еще прицепное устройство будем отрезать скорее всего вот так вот и сюда наваривать новая дышло удлинять его потому что она очень короткая делать новое прицепное возможно будем делать новую электрику потому что от электрики остались ножки-дорожки болты розетки ну все сгнило в общем-то так же как и брызговики вот это вот все в общем работой здесь непочатый край но отмыл обе ступицы а дефектовал ступица с левой стороны у нас живая тут подшипники нормальные сепараторы нормальные все помылось все нормально помажем и будет ходить ступица вот это правая у нас конечно в хлам были не стал их отмывать в общем сепараторы тут болтаются настолько что в общем подшипники приехали оба сальник тоже также ничего не держал я тут уже вычистил тут было все забито с маской ну и ступица принципе видно что она вся была в смазке потому что это все грелась был люфт ну в общем оба подшипника под замену сальник тоже под замену демонтировал амортизаторы мало того что они мертвые напрочь вот один валяется 2 вообще выкрутить не смог втулка там закипела так что пришлось болты срезать болгаркой паленой резиной как воняет в общем амортизаторы покупаем новые вместе с креплением гаража кумар я опять вот такой красивый да это был чистый респиратор если кто думает что сварка это так себе вот один раз поварил гаража приварил дышло все выровнял тут кажется что неровно но на самом деле здесь сделал засечку и мерил до краев ступиц то есть вот сейчас выставлено идеально ровно а если смотреть по старому дышло как я его отрезал то старое дышло было как раз таки и неровно то ли это ось сама стоит криво то ли что но сейчас ехать будет он ровно приварил здесь здесь не доставало по высоте сделал вот такие косынки давно уже электродами не варил гараже тут лежала плотно обварил тут привязал поперечине на которой амортизаторы цепляются и привязал к полу все проварил там проварил этот квадрат тут сделал косынки такие небольшие на последнюю поперечину тоже все обварил двух сторон то есть теперь дышло будет держать круто можно было конечно и сюда его еще запустить но я думаю и этого нам вполне хватит выдрал старую проводку она шла вот так так покатался по магазинам оказалось что запчасти для ступиц в нашем славном городе апатиты найти очень трудно это все от старых москвичей и ступицы с этими рядными подшипниками и амортизаторы москвичовские сейчас их никто не производит никто не привозит нашел в интернет магазине все это пока под заказ едет а я тем временем мастикой зачистил все и резина битумной мастикой все днище куда только мог залезть все постарался покрасить и вот эти места все прям жирненьким жирненьким таким слоем и вот эти места задние ну пока по запчастям у нас вопрос переворачиваем и резина битумной мастикой наверно красим внутри благо у меня лебедка есть сейчас подцепимся и попробуем кантануть опять любимый репиратор опять кумар гараже мы продолжаем прицеп обварил все трещины поверху но перевернул забыл вам конечно показать как это все было сколько здесь было мусора ржавчины тут большую часть конечно я уже сюда вымел обварил вот эти края все лопнутые углы снял светотехнику светотехника вся мертвая вообще напрочь вот фонари лежат даже восстанавливать нечего они даже не раскручиваются полные песка воды фонарь раскрутил а внутри вот так половина песка то есть он столько видать ездит уже не рабочий так обклеил катафоты все по кругу под покраску чтобы не заляпать их треугольнички снял борт сейчас получше все зачистим есть коррозия практически сквозная по углам в одном в другом углу ну сейчас болгаркой по шкурю лепестковым вот таким вот кругом здесь какая ржавчина занимаюсь почисткой днища такое что красивая пылесос бедняжка блин мои легкие тоже бедные опять в респираторе он еще чернее продолжаем пошоркал днища блин конечно пылюка в гараже все пыльно пылесос два раза уже вытряхал выдувал вот компрессором фильтр забивается вообще сам весь в ржавчине вон видно это вот все ржа фильтр там выбивал блин жуть конечно все мастикой прям толстым толстым слоем выкрасил днище заступами на борта вот такими вот где самые такие подвижные коррозии мир места теперь зашкурил кардосчеткой как мог кузов по кругу крышку колеса с колесами вообще жесть вот сейчас будем обезжиривать и наносить грунтовку ну вот я закончил весь прицеп загрунтовал внутри снаружи резинобитумная мастика уже подсыхает ну что новый денек все высохло загрунтовалась внутри у нас резинобитумная тоже подсохла можно ложить фанеру все аганес и для этого прицепа у нас нашелся покупатель поедет он в иркутскую область город братск сейчас мы скомпонуем для отправки снимем колеса снимем дышал вот это поворотный механизм перевернем крышку все это уложим в общем сейчас покажу в первую очередь занимаемся этим прицепом во вторую очередь красим голубой цвет вот этот прицеп как он соответствует своим заводским параметрам он был голубой поэтому он и будет голубой также покрасим колеса ну что упаковали прицеп сейчас мы закрываем и переходим в покраске вот этого ну вот и все пистолет помыт все помыто у меня опять респиратор ну и вот такой красивый голубенький прицеп у нас колесики прицеп буду еще красить на второй раз чуть позже высохнет и еще как-то раз приедем и еще разик пройдемся но и перед уходом домой еще за чистил и загрунтовал вот такие вот элементы это у нас защита задних фонарей было вот там она сзади ставилась и дырочки под фонари следующий раз когда будем второй слой красить и уже на черный грунт сделаем синенькую все равно с грунтом лучше чем без грунта очередной вечерок прицепчик у нас высох вот такой красавец получается сегодня будем еще на разницу украсить овощи прям красоте начали приходить запчасти вот сейчас распаковываю и просто офигевая амортизаторы от него на москвич очень трудно было найти но я их нашел через автопитер то ли из краснодара они ехали ну не суть издалека откуда-то то ли из красноярска ехали они две недели приехали сейчас вот распаковываю я такого раритета еще как бы ни разу не открывался запчасти сейчас совершенно в других упаковках это вот амортизаторы у них вот прям вот эти резинки все по отдельности лежат сделано в ссср гза вот именно то что и стояла и вот таких вот упаковочках все это промасленная 0 все действительно новое открыл упаковочку и вот смотрю 4 0 1 89 год январь 89 года изготовления представляете какие склады блин наверное на них на москвича бывшем автофрама сей будут собирать наши новые москвичи вместо дастеров но не суть сегодня красим еще на раз ну что респиратор обычно черненький серенький рыженький а сегодня голубенький ну и вот он наш красавчик все пускай сохнет и начнется слесарка сверлил к всем привет и я приехал гараж все высохло овощи красавец отобрал пленочки скотафот вот так все это выглядит ничего не испачкалась так что установил борт прикрутил номер теперь занимаюсь сцепным устройством просверлил отверстия выпилил вот такие закладные одну уже вставил это для того чтобы профиль не мяло когда будем затягивать чтобы его не сменала хотя он тройка но тем не менее болты 12 8 и 8 крепости все хорошо предохранительное устройство у нас будет вместо цепей вот такой вот у меня на прицепе такое давно ездит сейчас все современные прицепы так делают то есть вставляем вот туда в дышло внутрь в раму внутрь продеваем вот этот болт контрольный и все и прежде чем пристегиваться вы одеваете на фаркоп потом застегиваете прицеп такая контроль к закончу с прицепным устройством все вот так все держится так ну что собрал левую сторону то которая была более-менее живая на которую подшипники не надо менять поставил новый амортизатор пришлось тут пересверливать под новые шплинты новые отверстия новые болты 88 все как надо так новая смазочка крутится конечно туговато но я думаю так и будет закрутил до затяжки и чуть-чуть отпустил на два положения все зашплинтовал набрал колпачок новой смазки и осталось закрыть поставить колесо сейчас это хорошенечко закроем и приступим другой стороне все вот так выглядит у нас готовый вариант гаечки только чмошно смотрится ну а что делать все люфтов абсолютно никаких не было по сравнению с тем что было когда ко мне приехала поездит еще стал распаковывать 2 амортизатор и тот раз я прочитал дату к нам было 4 0 1 по 189 но засомневался что в январе кто-то мог их делать открыл 2 амортизатор и здесь 10 0 7 89 то есть значит все таки правильный там штамм был ничего не расплывшийся все также промасленной бумаги также новый амортизатор совершенно новыми резинками где эти чудные склады где вот так вот все хранится даже ржавчины нет все на сегодня заканчиваю блин опять грязный весь как черт но не суть так амортизатор установлен также пересверлено у нас шплинты и отверстия приготовлена ступица все нам это все готово также установил новые брызговики 1 2 ну что у нас теперь ждем подшипники и сальник собираем ламинированную фанеру внутрь найти не могу в наших магазинах ее нет вообще нигде даже под заказ так сегодня на чуть-чуть заскочил гаражик прикрутил колесо купил болты и привезли нам фанеру фанера подешевела сегодняшнего дня повезло ламинированную не нашел даже на заказ в нашем городе поэтому будем делать такую пропитывать и и наверное биотексом и выпиливать на дно полностью ложить то есть вот это все дно займет фанера через лонжероны вот видно где у них болты все это прикрутим еще на раз снова в гараже выпилил фанеру по размерам и нижнюю часть загрунтовал вот так вот биотексом жирно 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 чтобы питалась надо как-то и получше защитить поскольку я не нашел ламинированная фанера сейчас я будем укладывать и я думаю прямо при цепи внутри еще на слой и покрасим также жирненько жирненько так все уложил на место пропитал видно как блестит прям пропитывал так чтобы прям текло то есть вверх уже вот почти впитался вниз еще пузырьки капельки стоят но когда высохнет будет вода отталкивающий эффект хороший но и соответственно предотвращение грибков гниение всякой фигни вернулся с магазина пришли подшипники подшипники волжский стандарт хотел посмотреть маркировку когда изготовлена но на коробочках не нашел интересно мне а сальник китай других сальников такого размера просто нет 43 65 на 8 ну я думаю походит все собираем ступица фанера пропиталась смотрите какая стала однородного цвета такого ну вот тут еще немножко влажненько а так будет аганес ступица заняла свое место туговато крутится но нормально я ослабил там пару витков разбежится посадочные места не разбиты поэтому пришлось горелкой греть ступицу и туда уже обоймы засаживать ну в общем то это должно побегать хорошо все ставим колесо делаем фанеру что готовый прицеп все прикрутил фанеру все четненько ничего не болтается все поджалось прошло еще дней десять наверное пришла у нас электрика то есть заказывал комплект проводов на более-менее подходящий прицеп абсолютно новые провода готовая проводка купил два фонаря фонари по 2400 польские хорошие ставятся на прицепы на которых в лодке опускают то есть как видно он запаян весь вот такой папа-мамой диодный должен держать влагу абсолютно точно очень много хороших отзывов куплено к этой проводке розетка и держатель розетки чтобы уже прямо все по красоте было ну и приступаем к монтажу я уже прикинул что фонарики сюда не подходят по старым крепежам придется делать новые дырки отверстия поэтому сейчас приступим монтажу гараже опять кумар у меня для того чтобы проделать проводку ну рассверлил отверстия под фонарики и тут вот такие вот на ней очень большие запаянные завода гайки поэтому пришлось плазморезом вырезать вот такие вот гайки потом сюда буду вставлять шланги наверно чтоб края как-то блиновую фанеру искрами покушал вот незадача ну что делать подключил временно к аккумулятору проба провода еще пока вот так на сверлил отверстие куда будем укладывать вот так может говорят габариты и подсветка номера очень долго не мог сделать подсветку номера оказывается он за свое нету отдельно массы то есть на фонарик она приходит а есть еще выходы вот здесь вот здесь и вот тут типа на крылья или спереди прицепа можно сделать габариты но тут только плюс минуса нету поэтому приходится вскрывать вот эту вот штучку и впаивать сюда землю вот вот так получились у нас габариты и подсветка номера так импровизировано стоп-сигналы так еще раз габариты подсветка номера так сейчас поворот правый поворот левый то есть все мы испытали теперь можем укладывать провода все заизолировать но и так я уже все заизолировал позаду то есть надо все теперь хорошо закрепить и протягивать вперед ну вот и все проводочку все уложил все закрепил вот так у нас теперь выглядит вот так проложен кабель у нас держатель такой для розетки пойдемте посчитаем во сколько вышел такой ремонт на днях приедет владелец подсоединимся им возможно там провода какие-то в розетке поменяем не знаю как у него сделано от репетируем в общем-то этот момент две страницы у меня целых записей запчасти на 14 половиной тысяч железо там краска и всякая такая 15 тысяч работая взял плюс электрика 7 800 доставка 800 и того 40 тысяч вышел ремонт такого прицепа ну жалко что я не снял видео что приехала изначально сюда и что сейчас отсюда уезжает так тут всякие чеки накладные на запчасти в общем то все спасибо за просмотр всем удачи кому может быть если надо сделать такой прицеп обращайтесь в общем то вот так получается